В эфире Панорама в студии Алмазного края Пётр Шабагоров. Здравствуйте! И к первой теме. На нефтебазе в Накыне установят 31 дополнительный мягкий резервуар для дизельного топлива. Новый склад расположится на территории нефтебазы и будет отвечать современным требованиям промышленной и экологической безопасности. Сегодня рабочие отсыпали площадки скалистым грунтом. После отсыпят песчаной смесью, установят мобильные обвалования, в которых разместят мягкие резервуары. Заполнить их планируют в марте. Дополнительные резервуары необходимы на Кынской площадке, так как в этом году увеличился план по добыче и потребуется дополнительное дизельное топливо. Это примерно 7700 тонн. Для того, чтобы обеспечить хранение этого объема топлива, мы создаем две площадки дополнительных мягких резервуаров. Это современная новая технология, когда оперативно за короткий срок мы можем развернуть практически в чистом поле резервуарный парк. Правительство Якутии утвердило постановление о субсидировании перевода транспорта на природный газ. Для владельцев транспортных средств это означает, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль будет стоить в разы дешевле. К примеру, при переводе легкового автомобиля они смогут получить компенсацию до 90 тысяч рублей, а при переоборудовании легкового коммерческого транспорта до 150 тысяч. Субсидия будет предоставляться клиенту через предприятие, устанавливающее газовое оборудование по факту предоставленной скидки. В итоге клиент в договоре будет видеть обе суммы до и после скидки. Ответственная за выдачу субсидий Агентства развития промышленного потенциала начнет компанию по аккредитации пунктов переоборудования транспорта на природный газ. В настоящий момент «Алмаз Дор Транс» проводит аккредитацию своего пункта переоборудования транспорта для оказания услуг населению и предприятиям Ленского и Мирнинского районов. Ранее предприятие переводило на природный газ автомобили сторонних заказчиков, но устойчивого спроса добиться не удалось. Субсидирование может ситуацию изменить. Вслед за растущей газозаправочной сетью данная мера позволит каждому жителю Западной Якутии перевести свой транспорт на природный газ и в три раза сократить затраты на топливо. И к другим темам. Жителям Алмазной столицы предлагают указать на приоритетные проекты для города. В интернете до 27 февраля проходит опрос, в котором горожане могут ответить на вопросы с вариантами и развернуто написать об определенных недочетах. Напомним, команда развития Мирного при поддержке проекта «Народный актив» и компании «Алроса» работает над новой архитектурно-дизайнерской концепцией города. Ранее пользователи интернета могли на интерактивной карте указать проблемы, которые их волнуют. Теперь на сайте Мирный.Инфо разработчики предлагают пройти опрос. В нем 50 пунктов, которые касаются пространства и для взрослых, и для детей. Горожане решают, что ремонтировать, построить и перестроить в первую очередь. Поучаствовать в опросе можно с компьютера и со смартфона. Ключевой объект для обеспечения жизнедеятельности, карьера, рудника, фабрики и цехов всего удачнинского ГОКа нефтебазу реконструируют за два года. Это масштабная задумка «Алроса». На месте сейчас идут подготовительные работы. Какие еще события произошли в Мирненском, Ленском районах и Якутии в целом, расскажем в итогах дня. Субтитры создавал DimaTorzok Детские сады Ильянска закрыли на карантин до особого постановления Оперштаба. Среди детей зафиксировали род заболеваемости коронавирусом. Для многих родителей закрытие детских садов проблема. Оставить чадо не с кем. Медики говорят, в таком случае мама и папа имеют право уйти на больничный и остаться дома, даже если ребенок здоров. Для этого нужно получить справку о карантине из детского сада. А стран нуждающиеся родители, кому не с кем оставить детей, и они работают, мы предоставляем место в дежурных группах. Хотя эти группы собирают только здоровых детей. А также можем по запросу родителей предоставить справку, что группа закрыта на карантин, даже если ребенок не болеет, но желает остаться дома. Справку родителю необходимо показать участковому педиатру, который и откроет больничный лист до завершения карантина. А вот в детских садах Мирного группы на карантин не закрываются. Здесь отстраняют от посещения только заболевших воспитанников. Остальные дети продолжают посещать детский сад. В случае превышения 20% заболеваемости карантин налагается на группу. При этом дети просто остаются в группе и не посещают музыкальный и спортивный зал, а также учебные кабинеты. Решение о закрытии группы или детского сада на карантин принимает главный санитарный врач района. И к последней теме на сегодня. Фильм о мирненском фармацевте, к которому обращаются с приставкой «Капитан», покажет телеканал «Алмазный край». Частный пилот Алла Березовая в 2015 году закончила калифорнийскую летную школу. Тогда же получила американскую лицензию на полеты. Два года спустя на одномоторном самолете Алла и ее супруг перелетели через Атлантику из Америки в Финляндию. А в 2018-м пара устроила авиационный круиз по Европе, совершая посадки и взлеты в крупнейших аэропортах. О путешествиях в содержании частного самолета «Березовые» рассказывают в фильме. «Американское время. Взгляд из кабины Цесна» покажем 11 февраля в 16.15 и 22.15. Повтор в эфире телеканала «Алмазный край» 12 и 13 февраля. У меня на этом все. Смотрите нас в YouTube и в соцсетях. Хороших вам новостей. Всего доброго.